За нашей спиной Находится интересный архитектурный объект Железнодорожный мост Построенный более 100 лет назад Он представляет несомненную культурно-историческую ценность Так как таких мостов в Дагестане считанные единицы построены в то время И он играл стратегическую роль в свое время, в начале 20 века Дело в том, что он соединял столицу Дагестанской области Город Тимирханшуру с морским побережьем С порт Петровском, нынешней Махачковой И через него с Баку, где добывалась более половины мировой нефти И с Владикавказом Столица Терской области Тоже очень значима в рамках Кавказа города Через этот мост проводились многие важные грузы Имевшие часто военное предназначение Вообще, мост играл в первую очередь военно-стратегическое значение В связи с неспокойностью Дагестанской области Здесь, как раз в начале 20 века, имели место такие явления, как первая революция Особенно в Тимирханшулинском округе Здесь провокали крестьянские восстания в это время А также антиписарское восстание 1913-1914 годов Антиписарское восстание 1913-1914 годов Они тоже имели место быть в период строительства этого моста Как раз И мост был очень важен И вся эта железная дорога для переброски войск Любопытно, как его строили Очень красивая архитектура Очень прочная и основательная Мост расположен неподалеку от старинного кумыгского селения Капчигай Ныне не существующий, к сожалению О его истории мы поговорим чуть позже Субтитры создавал DimaTorzok 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 И первый дагестанец, который получил профессиональное юридическое образование Тоже урожай из селения Капчугай Перед вами возрождающееся селение Капчугай Это одно из древнейших селений Дагестана Упоминаемое во многих источниках Например, в источниках, связанных с походами Тамерлана Согласно восточных источников В этом селении жил князь Булат У которого скрылся один из полковцев Тахтамыша По имени Турку Тамерлан потребовал выдачи этого Турку Но Булат отказался Он сказал, что наши обычаи запрещают выдавать гостя За свое упорство, за мужество Булат и его воины были убиты Селение было с боем захвачено И тут имело место большое кровопролитие Но после этого Капчугай опять возродился И с его возрождением связана легенда о Айсу Ахмате Местном князе Легенда о нем есть Бутует также среди нагайцев и казахов Также в этих окрестницах Капчугая есть его крепость Так называемая руина его крепости Айсу Ахмат Кала Ну от них уже остались совсем Это очень мало Их даже не видно особенно Шталмейстера императорского двора То есть заведующего государственными конюшнями Кроме того он имел чин действительно статского советника Который соответствовал генералу-лейтенанту армии Несмотря на свои высокие посты Он не отрывался от связи со своим народом И всячески его поддержал Даже его подозревали в панесламиизме Но это было несколько преувеличенным Его адрес обвинения озвучивалось Например в Госдуме О том, что он тайно поддерживает Всякие такие силы На самом деле он просто хотел Это больше независимости для своего народа Для его самостоятельности Культурного возрождения Помогал этому и финансово Как я говорил Давал детям на обучение Деньги и так далее Оплачивал обучение в гимназиях и школах Кроме этого Он также тайно поддерживал революционеров Определенный этап Конечно у него были свои цели Он был больше скрафтономистом Он стремился к земскому самоправлению в Дагестане Чтобы местные жители Сами определяли свою судьбу В рамках Российской империи Конечно Капчугай находится в живописном месте Посередине гор В картловине С этим связано его название тоже Потому что слово капчугай Одного корня со словом мешок Мешковина, теснина Такое место Внутри которого что-либо расположено На оселенном пункте С названием капчугай Встречается также в Казахстане, Киргизии Есть капчугай и в Балкарии На территории Северного Кавказа Здесь повсюду растет полынь Символ этой великих степей С которым связана История всех этих регионов Само слово капчугай связывает И Балкарию, и Центральную Азию И Дагестан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шардуан Шардуан это такой цоколь Который стал на могилах Часть этого фундамента И вот могильной плиты С надписью сохранилась Это поздняя могила Все более древние остались Здесь находился древний Капчугаев Это явное свидетельство того Что могила Это уже могила, да? По краям мы видим сейчас Плиты стоят И это внутрь могилы Здесь вот рассматривается внутрь Там даже кость Кость видно, да? Кость видно, да? Сейчас я попрошу оператора поближе Уезжать? Да А тут проезжий час идет Дорога Тут мы видим вандалистское отношение Варварское отношение К нашей истории К праху наших предков Особенно печально Это селение Капчугай Откуда берет начало История Буйнакского района По сути все Вот видите Тут машина По старому кладбищу Оно даже можно сказать разорвано На две части Один мусок там остался С несколькими осколками могил И тут просто сорвало Эту сторону могилы Сорвало вот Край могилы Это по ходу Разрушение Техника Наверное, дорогу когда пробивали Вот так открытым оставили Ну видимо им наверное Так и пусть будет Это даже Такое Как говорится Наследники Герострата Разрушитель истории Да Варварское отношение К своему Прошлому Прошлому Эклэг Огрейх ПОДПИС Продолжение следует... На месте его кладбища. Здесь есть множество могил с надписями, которые датируются концом или серединой, может даже, возможно, середины 18 века. Не все еще из них подняты, некоторые ушли глубоко в землю, могильные плиты опрокинуты, на некоторых надписи стерлись. Ну вот интересный фрагмент, могильные плиты уже сломаны, с узорами и интересными надписями. Тут тоже было обнаружено нами. Что известно об этом селе и крупном, существовало еще в начале 19 века. Продолжение следует... Продолжение следует... Прекратило свое бытие, можно сказать, в этом мире. Население перебралось в более крупные населенные пункты, такие как Агачевул, Таркей и другие. В город Махачкала. Об этом селе забыли, забросили, хотя сравнительно недалеко от Махачкалы. Его еще предстоит открыть нашим историкам, поработать в архивах, поработать с эпиграфикой этой местности, с оставшимися плитами. Их надо перевернуть, изучить, внести, вести научный оборот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok